Проведение различных курсов, тренингов и семинаров может стать отличной идеей для заработка. Причем в некоторых случаях это возможно с минимальными вложениями и с максимальной прибылью для вас. О том, как разобраться в нюансах проведения подобных тренингов, нам расскажет сооснователь проекта Health Lab Ольга Янгичер, героиня сегодняшнего стартапа. Ольга Янгичер. Возраст. 40 лет. Закончила Одесский государственный медицинский университет. Кафедра спортивной медицины. Член Ассоциации диетологов Украины. В 2016 году стала сооснователем пространства здоровья Health Lab. Здравствуйте, Ольга. Я рад нашей с вами встрече. Хочу представить нашим телезрителям человека-идейного вдохновителя здорового пространства в нашем городе под названием Health Lab, где люди могут получить профессиональные советы и рекомендации касаемые своего здоровья. Добрый день. Здравствуйте. Как вы к этому пришли? Мне 40 лет. Я профессиональный спортсмен в прошлом. Я мастер спорта по плаванию. Но в связи с тем, что я выбрала медицинское направление, я закончила профессиональный спорт. И обучаясь в институте, я столкнулась с такой проблемой, что, собственно говоря, в медицинских вузах не обучают на самом деле профилактикой, как не болеть. Нас очень хорошо учат, как лечить болезни. А как помочь человеку не достигать этого состояния, на этом не акцентирует особо внимание. Поэтому пришлось самой потихонечку этот вопрос оскучивать, опять же-таки, начиная с себя, своей семьи. И когда уже люди начали обращать внимание в прошедшее время, что я не меняюсь, в брод, как-то улучшаюсь, что мои дети не болеют, так как болеют остальные, конечно, это привлекает внимание. Я подумала, почему будем не делиться, почему бы не заниматься и не развиваться в этом направлении. Хелслаб – площадка для проведения практических тренингов и лекций, касаемых оздоровления организма и приведения его функциональных параметров в норму. Здесь можно пройти курс по приготовлению низкокалорийных блюд, получить практические рекомендации от диетолога, психолога, а также привести свое тело в порядок благодаря опытным фитнес-тренерам. Наши курсы – это не просто лекции. На мастер-классах непосредственно мы учимся готовить. На моих курсах непосредственно мы идем в магазин и учимся выбирать правильные продукты, узнавать их. Мы выходим на улицы, проводим тренировки. То есть, понимаете, это не ограничение, это пространство, именно понятие более широкое. Нам надо пространство для того, чтобы людям было куда прийти и узнать что-то интересное. Но мы их учим здесь, чтобы выйти из стен этого пространства и остаться в этой теме. Это самая важная миссия. Инвесторами данного проекта выступили два бизнесмена, которые ходили к Ольге на курс по диетологии. У них была задумка открыть ресторан здорового питания. Однако профессионализм и знания нашей героини привели их к более оригинальной идее – к созданию площадки для проведения лекций и тренингов по оздоровлению, где опытные специалисты из разных сфер могли бы делиться своими знаниями и навыками. Когда человек очень сильно чем-то заражается, какой-то идеей, тем более идеей на созидание, всегда хочется поделиться. Хочется всех оздоровить, да, когда есть результаты, когда ты видишь счастливых клиентов своих, благодарных, да, когда ты видишь свой стойкий результат. Всегда приходит время, когда уже можно и нужно в массу впускать эту идею. Собственно говоря, это и было толчком. Наши непосредственные учредители – это Виталий Анатольщук и Дмитрий Лоза, которые заразились этой идеей здоровья у меня на курсах. Вот. И мы вот так потихонечку эту идею воплотили вот в нашем здравом пространстве «Хослаб». Долгое время вы работали, во-первых, сами на себя, да, вы нарабатывали клиентскую базу. И вот эта клиентская база, насколько я понимаю, сейчас является основной аудиторией «Хослаба». Правильно? Ну, в общем, да, потому что уже имя немножечко заработано. Вот. И, в принципе, мне никого не приходилось уговаривать абсолютно. То есть люди сами узнавали и переходили сюда. С чего начать в организации тренингов и семинаров? Начните с основного направления. Темы различны. Авторов, читающих одну и ту же тематику, множество. Идеальный вариант, когда вы лично были на семинаре или тренинге, который хотите провести в своем городе. Это пригодится, когда вы будете привлекать посетителей на тренинг. Живые отзывы реальных людей более значимы для потенциальных слушателей, чем написанные где-то в интернете непонятно кем. Рекомендуем на продающих страницах событий размещать видеоотзывы реальных участников. Для чего вам понадобилось свое собственное место, своя площадка? Ну, потому что я работала много в частных клиниках под эгидами, других руководителей. Но всегда немножечко не сходились в каких-то взглядах, допустим, тоже диетологии. Можно по-разному относиться и вести клиентов, и вообще относиться к самой диетологии. Но это очень удобно, и люди пришли в одном месте получать все аспекты, все факторы, связанные со здоровьем. Почему лучше создавать площадку под проведение тематических лекций и тренингов? Дело в том, что людям, заинтересованным в вашей теме, будет легче найти вас. Оборудованная локация, привязанная к определенному адресу, позволит вам создать полноценный узнаваемый бренд. Что позволяет в финансовом плане проведение подобных тренингов и семинаров? Только лишь оплату аренды, или все-таки можно и рассчитывать на какой-то доход? Безусловно, можно рассчитывать на доход, и это зависит, в частности, от руководителя проекта, потому что у нас очень хорошая миссия, мы привлекаем большое количество партнеров. Вот, это и магазины, это различные направления в плане здоровья тоже, проекты социальные, поэтому это помогает зарабатывать, это помогает привлекать клиентов, собственно говоря. Мы, помогая себе, помогаем развиваться и другим бизнесам, да. Связывайтесь с тренером и обговаривайте дату проведения мероприятия и условия. Некоторым инструкторам нужно оплатить только участие в мероприятии в определенном объеме. Другие же берут плату за каждого слушателя. При этом есть минимальное количество участников. Третьим нужно оплатить дорогу, проживание и другие траты. Насколько люди сейчас вот легки на подъем и готовы прийти и расстаться с двумя сотнями гривен, с тремя сотнями гривен, чтобы послушать полезные какие-то советы? Ну, действительно, такой момент, как тренингоману присутствует, я с этим сама сталкиваюсь, да, видя на лекциях таких людей. Сейчас на тренингах, между прочим, можно получить гораздо больше информации, чем в УЗИ. Вот, моя старшая дочь, она сейчас учится в пищевой академии, и мне есть с чем сравнить, что называется. Я прекрасно вижу уровень преподавания, который остался, извините, в конце 90-х ничего не поменялось. И действительно, на многих вот таких обучениях мы можем быть на гребне волны в плане информации. Информация сейчас не мне вам рассказывать, как быстро распространяется, и надо быть в курсе. Поэтому тренинг – это еще один вариант не отставать от жизни. После согласования всех условий с тренером, можно приступать непосредственно к организации тренинга или семинара. Узнайте условия аренды помещений для их проведения. Желательно, чтобы оно находилось в центре города, например, чтобы большинству участников было удобно до него добираться. Уточните технические моменты с владельцами помещения. Смогут ли они предоставить в кипчар с блокнотом или доску для записей? Проектор? Будет ли доступ к интернету? Я вот хотел бы еще вам задать вопросы, касаемо интерьера. Вы так удачно расположили и кухню зачем-то. Вот, сейчас расскажете зачем. У вас есть экран, проектор, доска, да? В принципе, ну, стулья – это понятно. Зачем вы оборудовали кухней аудиторию? Это первое, с чего мы начали. Потому что, на самом деле, человек пришел, услышал, что надо правильно питаться. Мы ему рассказали, как это сделать, да? Но он пришел домой, он не повторит со слов. И это надо научить его технически, как это сделать. Показать эти продукты, показать вообще с нуля, как происходит рождение здорового блюда. И мой большой друг – это Иван Воробьев. Все его знают как зеленый шеф. Он участник нашего проекта, наш шеф-повар основной. И благодаря ему, собственно говоря, появилась эта кухня профессиональная. Мы тут прямо все это тут делаем и прямо тут все это пробуем. Записываем, идем домой, повторяем. Если вы решили создавать лекторий для проведения лекций и тренингов, рекомендуем оборудовать помещение всем необходимым для комфортной работы. Это могут быть мультимедийные системы, экраны и проекторы. В общем, все, что поможет вам визуализировать и озвучить информацию. Позаботьтесь о наличии комфортной мебели. На ремонт также уйдут немалые средства. Однако, на наш взгляд, перед тем, как создавать такой масштабный проект, попробуйте начать с минимальными вложениями, арендуя готовые помещения и определив основной вектор вашей деятельности. Возможно, в других городах Украины, в Николаеве, в Ферсонии, в Харькове, вы бы тоже открыли Хауслаб. Вот это такие, может быть, наши телезрители, те, кто смотрит нас в других городах, заинтересуются тоже этой темой и захотят с вами сотрудничать. И, возможно, обратятся к вам с советом или с просьбой помочь открыть, запустить такой проект подобный, который будет, возможно, по франшизе, да, как-то открываться или как-то по-другому. С удовольствием, мы уже даже об этом оговаривали, эти вещи. У нас даже предложение с поселка Котовского, потому что не все люди там выезжают в город так часто, но мы хотим тоже иметь такое пространство, поэтому другой город, почему бы нет? С удовольствием, это будет здорово. Это основная наша миссия – расширять нашу тему, нашу идею. Итак, для организации, тренинга или семинара могут потребоваться небольшие инвестиции. Предоплата или полная оплата за помещение. Возможно, плата за бронь в гостинице, если вы оплачиваете проживание тренера. Распечатка раздаточных материалов и приобретение канцелярии. Приобретение продуктов для кофебрейка. Затраты на рекламу. Таким образом, вы сможете понять, какую минимальную прибыль вы получите с каждого слушателя. Разделите свой желаемый гонорар на размер этой прибыли, и вы узнаете необходимое количество участников. Хочется вам пожелать развития. Все-таки у вас молодой проект. Пока что три месяца. Надеюсь, что вы найдете единомышленников, и с каждым днем их будет становиться все больше и больше. Помогайте оздоравливаться людям, ну а также, друзья, присоединяйтесь к этому движению и зарабатывайте, зарабатывайте вместе с нами и смотрите программу «Стартап». Спасибо вам еще раз. Всего доброго. Благодарю. До свидания. До свидания.